В отношении себя Мария просит избегать слова шоколатье. Шоколатье работает с готовым продуктом, а она производит шоколад. На складе всегда от тонны до двух какао-бобов. Их поставляют из разных регионов Венесуэлы, Никарагуа, Танзании, Папуаново-Гвинеи. И это далеко не все страны, которые привозят продукты. В этих мешках находится сырье. В каждом из них 60 килограммов бобов, которые потом станут плиткой шоколада или сувенирной продукцией. Шоколад готовится от двух до трех дней. И все начинается с проверки бобов и их сортировки. Утром была загрузка какао-крупки в меланжер. То есть прошло несколько часов, и у нас уже достаточно текучая масса. То есть вот еще двое суток, и у нас будет готов шоколад. То есть процесс достаточно долгий. То есть одновременно идет процесс помола, конширования. Именно как раз вот в таком оборудовании традиционном для производства шоколада. Мария начала заниматься шоколадом в 2011 году. Делится, не знает, как пришла к этому на тот момент увлечению. Просто показалась интересным и решила попробовать. А сейчас она лауреат премии Лондонской академии шоколада. Для производителя шоколада это достаточно статусно, потому что мы отправляем шоколад на мировые конкурсы, которые оценивают уже профессиональные дегустаторы шоколада. Когда ты получаешь обратную связь от профессионального мирового сообщества, и получаешь, соответственно, за свою продукцию какую-то регалию, во-первых, это дает нам статус и как производителям, опять же, в мировом сообществе, ну и плюс ко всему, говорит о том, хорошо мы делаем продукт или плохо. Не так давно жюри другого международного конкурса, который в этом году проходил в Уганновере, приняло решение не награждать победителей из России по политическим причинам. В контексте текущей ситуации Лондонская академия шоколада, в свою очередь, не побоялась открыто заявить миру о победителе из России. Чтобы прислать заслуги российского производителя сейчас, жюри должно обладать завидным мужеством. После публикации результатов конкурса Мария начала принимать звонки и сообщения с поздравлениями со всего мира. С престижной наградой производителя шоколада поздравил и временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Войти в число лучших – огромное достижение, ведь на конкурс поступает более 30 тысяч образцов со всего мира. От души присоединяюсь к поздравлениям. Марии уже позвонили многие коллеги из других стран. Наша землячка не только победила, но и смогла убедить судей поступить в соответствии со здравым смыслом. Помимо создания, шоколада Марии ещё и занимается обучением других, настоящих или будущих производителей. Программа зависит от запроса. Кто-то только начинает учиться, а кто-то повышает квалификацию. Но и ученики, и Мария Майская убеждены, попробовав настоящий шоколад привычный есть, уже будет сложно. По достоинству оценить вкус тамбовского шоколада сумела и жюри в Лондоне. А значит, в Европе ещё остались международные площадки, которые ставят во главу угла профессионализм и качество продукции, а не сиюминутные политические интересы. Полина Болотова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.